ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Интересная ситуация. Недавно СМИ сообщили о том, что в некоторых городах камеры начали штрафовать водителей за невключенный днём ближний свет фар. Затем МВД опровергло эту информацию. Сейчас полицейское ведомство изменило свою позицию. Да, письма счастья на 500 рублей за неработающие фары действительно начали рассылать. Вот список регионов. Крым, Самарская область, Нижегородская область, Кемеровская и Тамбовская область. В ближайшее время список пополнится. Дюжина субъектов. Кировской области там нет. ТРАССА 101 Власти подтверждают, что для запуска системы электронного обжалования штрафов ГИБДД всё готово. Такая функция с 1 сентября должна появиться на госуслугах. Заявитель сможет отправить не только письменное объяснение, но и доказательство своей невиновности, документы, фото и видео. Уточняется, что для процедуры пользователям понадобится либо обычная, либо усиленная электронная подпись. Срок обжалования стандартный – 10 дней. ТРАССА 101 В начале сентября Киа запустит продажи обновлённого Серата. Стоимость новинки пока неизвестна. Сейчас седан продаётся по цене от 1 миллиона 300 тысяч рублей с учётом скидки. У машины изменились передняя оптика, решётка радиатора и бамперы. Впервые использована модернизированная эмблема бренда. Что касается моторов, то тут изменений не произошло. Базовым является бензиновый 128-сильный двигатель объёмом 1,6. Топовые версии оснащаются двухлитровым 150-сильным агрегатом. Трансмиссия, механика, либо автомат. ТРАССА 101 Накатал 100-150 тысяч километров – всё, от машины пора избавляться. Так считают большинство участников опроса, проведённого Авито. Главный мотив для перепродажи – стремление приобрести другой автомобиль классом выше. Каждый седьмой респондент признался, что основным фактором для него станет поломка. В среднем треть россиян меняет колёса раз в 4-5 лет, ещё треть – раз в 6-10 лет. ТРАССА 101 В муниципальной организации, обладающей автомобильным парком, рано или поздно встаёт вопрос о списании транспортных средств. Какой порядок здесь предусмотрен, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Для муниципальных предприятий мы проводим оценку целесообразности дальнейшего использования транспортных средств, то есть списания. Для этого руководитель должен к нам обратиться с письмом. В дальнейшем мы заключаем договор, едем, осматриваем машины, и мы составляем смету по восстановительному ремонту, по рыночной стоимости, делаем заключение о нецелесообразности дальнейшего использования данного автомобиля. После этого они могут списывать и ввести его в утиль. Порядка 7-10 дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.